Маленькие, но такие масштабные. Так о своем фонде Добрая Воля говорят его организаторы. Вообще никакого фонда и не планировалось. Просто несколько человек захотели помочь мобилизованным хоть чем-то и традиционно начали покупать носки. А через неделю, подключив друзей и знакомых, собрали большую сумму и повезли призывникам машину с вещами. Они говорят, это сколько стоит денег? Женщины подходили, мы говорим, да ничего не надо. Мамы, бабушки, они просто плакали, они благодарили нас и плакали. Мы раздали все вещи и поняли, мы нужны людям. За три недели нашего существования нами отправлены шесть машин в Омск, две машины через Олейск в помощь ребятам на СВО, которые уже находятся. И это не считая точечных оказаний помощи. Кто-то просит лекарства, кто-то просит какие-то специальные средства. То есть родственники приобретают, а каким образом связаться с ребятами через нас, осуществляется доставка. Идея концерта пришла почти сразу. На подготовку большого мероприятия ушло всего две недели. Организаторы добавляют, большую роль сыграла неравнодушие горожан, руководители предприятий и творческих коллективов. Помогали все. Пока еще с вами мы живем, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Я просто из семьи военных и сама бывшая военная. Поэтому мне эта тема очень близка. Я с душой там. Концерт это помощь нашим мобилизованным и отвлечь маленько людей от сегодняшнего, ну какого накала сейчас. Кто вот, грубо говоря, кто сейчас отправляет людей, то это у них очень сильно, это морально и тяжело, и психологически, чтобы маленько как-то их отвлечь и помочь. А это музыка, которая приятно слушает любому, у которой вижу сегодня лица, и они слушают эту музыку. На них она действительно приятная. Своё добро на участие в концерте дали десяток барнаульских групп и хореографических студий. Отвлечься сюда шли с семьей или друзьями. И основной зритель был постарше. Сестры, мамы, бабушки, тех, кто проводил своих мужчин. Или просто переживает за всех. У меня сын, 35 лет, пока дома. Когда объявили мобилизацию, конечно, волнение, переживание, слезы, всё это было. И знакомая мне сбросила данные группы «Добрая воля». Когда начала смотреть, читать, мне стало гораздо легче. Поэтому, то есть, что я не одна. Из 18 организатора фонда спецоперация коснулась одну. Её мужа мобилизовали. Остальные просто хотят помогать. И в чатах фонда со всеми неравнодушными на связи почти круглосуточно. Подчеркивают, фонд вне политики. Всё делается ради поддержки мужчин. Татьяна Голубева, Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.